Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер, меня зовут Вилли. Итак, как вы, наверное, я надеюсь, что вы посмотрели мой предыдущий ролик, где я выехал на мотоцикле с палаткой в лес, то есть я переночевал в лесу одну ночь. По ощущениям, от этой поездки остались не такие неоднозначные, и в этом видео я хочу, ну скажем так, сделать кое-какие выводы и поделиться ими с вами. Какие вещи стоит с собой взять, какие не стоит. Ну, допустим, вот начну, пожалуй, вот с этой вот штуки, да. Для тех, кто не знает, это реактор от Seatu Summit. Он позиционируется как утеплитель спальному мешку. Производитель обещает плюс 8 градусов комфорту. Я не знаю, как они измеряют эти комфортные температуры. Это, наверное, при условии, если одеть валенки, шубу, какой-нибудь ватник. Может быть, тогда это будет. Как они измеряют, я не знаю. Но я вам скажу вот что. Брать эту херню не стоит. Она стоит конских денег. Вот за эту штуку я отдал что-то 55 евро, по-моему. Но толку от нее никакого. Это, по сути, обычный вкладыш с тоненькой-тоненькой тряпочкой. Единственная от него польза, это защитить спальный мешок от грязи. Если вы, допустим, спите в спальном мешке в верхней одежде, чтобы не пачкать спальный мешок, особенно если он пуховый, его стирать немножко сложнее, чем синтетический. Поэтому такая штука оптимальна. Но масса этой штуки, 250 грамм, не знаю, есть куда более легкие варианты. Я брал именно как утеплитель. Ну, как он себя показал, толку от него никакого. Просто выброшенные деньги на ветер. И не знаю, может быть, в будущем я приобрету себе какой-нибудь ультралегкий именно вот вкладыш, чтобы, ну, чтобы только сберечь свой спальник. Только ради этого. Далее, что же касается коврика. Вот коврик меня немножко подвел. Конечно, ожидать от моего коврика, что он будет там адски греть, конечно, не стоило. Хотя я, честно, повелся на некоторые высказывания некоторых блогеров или даже где-то читал, может быть, на форумах, что кто-то писал, что я на нем даже зимой ночевал нормально. Вот как-то мне это засело, и я повелся. Он, в принципе, так-то толстый, 6 сантиметров. Ну, я думал, он будет нормальный. Но, к сожалению, я не учел тот факт, что я поехал как раз-таки в лес. Еще погода была, скажем, накануне была минус 10, а на следующий день плюс 5. Естественно, земля была, ну, очень сильно промерзла. Я как-то этот факт упустил из виду, проигнорировал. Думаю, ну, на улице же тепло, значит, все будет хорошо. Когда я приехал на место, там уже кое-где местами был еще снег. Озеро там небольшое, оно было полностью покрыто льдом. Ну, собственно, когда я лег, через какое-то время я стал ощущать прям вот такой активный холод. И было очень неприятно. Приходилось периодически сбоку-набок, чтобы, ну, не отморозить себе там почки. Как бы, когда перевернешься, оно отогревается, другое место как бы охлаждается. И вот приходилось вот так вот ворочаться. Ну, опять же, я по незнанию лег спать тупо просто в термухе, больше ничего. И, в принципе, если бы коврик был бы нормальный, то этого было бы достаточно. Потому что квилт, который я себе взял, он, он себя оправдал на все 100. То есть он стоил тоже конских денег, 300 евро я за него отвалил, даже с чем-то. Сейчас точную сумму не помню. Ну, не меньше 300 он стоил. Вот он реально единственная вещь, которая мне прям вот от души понравилась. Потому что, когда я лег просто в термухе и накрылся, сверху было тепло. Ну, даже первые им какие-то там, может быть, полчаса я, когда еще, ну, когда коврик еще не успел пропустить вот этот весь мороз, мне было абсолютно комфортно. Поэтому квилту, вот он, кстати, к нему нареканий как бы нет вообще. Это, я прям рад, что его купил. То есть занимает в сжатом виде очень мало места. Весит там что-то порядка около 600 грамм. То есть оптимальный вариант. И, кстати, ребята, я когда его брал, я был, ну, очень скептически из-за того, что у квилта у него нет спины. У него получается как бы карман для ног, как у спальника. Но вот та часть, где спина, там ее нету. Потому что, ну, в ней нет особого смысла. Потому что, когда ты лежишь в спальнике, в том месте, где спрессовывается, скажем, утеплитель, тот же пух, там, по сути, теплоизоляции никакой нет. Поэтому это пустая трата материала и денег, соответственно. И, опять же, очень удобно в квилте ворочаться. Если вы, ну, часто меняете положение, там, сбоку-набок, там, хотите на живот лечь или еще как-то, как вы любите. То квилт, вот это прям вообще бомба. Это оптимальная. Вот я говорю, вы попробуйте, вы офигеете. Ладно. Про коврик я сказал. А, про коврик я еще забыл сказать следующее. То, что, естественно, то, что он не охлаждал, как бы это причина не коврика. Ну, это мой косяк. Я его просто использовал немножко не по назначению, получается. Но мне не понравилось то, что в 5 утра, когда я встал в туалет и немножко подкачал его, ну, не до упора, а так слегка пару раз дунул. И когда я на него сел, ну, начал залазить в палатку, там что-то лопнуло. И вот эти две перегородки, скажем, там, видать, разорвало. И, получается, на нем вылезла грыжа. А фотку я вам сейчас где-нибудь здесь вставлю. Слева, да, вот здесь вот я ее вставлю. Как оно все выглядело. Это, конечно, печально, учитывая того, что коврик стоил 200 евро. Но радует то, что производитель данного коврика дает на эти коврики, на заводской брак, пожизненную гарантию. Я быстро связался с продавцом. Они сказали, все решим, высылай коврик обратно. Так что, ну, я хочу попросить продавца, чтобы он мне вернул деньги, чтобы потом приобрести тоже от этой же марки, тоже терморест, но ихнюю самую экстремальную версию. Потому что я понял очень важную вещь. Неважно, сколько у тебя одето одежды сверху, неважно, чем ты укрылся, каким спальным мешком. Если земля будет холодная, то это все. Все это перечеркнет. Весь комфорт, все пойдет в задницу. Поэтому я хочу взять себе этот, как он называется, X-Term. Это который рассчитан под экстремальной температурой. Он весит немножко на 200 грамм больше, чем вот этот мой Uber Light, который у меня был. Ну, думаю, 200 грамм я подвинусь. Я их возьму в другом месте потом. Опять же, смотрите, если у меня будет надежный, хороший коврик, то вот эта вот хрень возить с собой, ну, это тоже 250 грамм на минуточку. Она, надобность отпадет. Опять же, высвободится объем и масса, что, собственно, как бы компенсирует. Поэтому можно смело брать на самые экстремальные температуры. В теплых краях, конечно, оно может быть и как из пушки по воробьям, но если куда-то в горы или там Швеция, Норвегия, там Нордкап или еще куда-то, то в те края, где температура даже летом не особо высокая, я думаю, будет самое то. А я хочу экономить в поездке, то есть не останавливаться в отелях, в кемпингах. По возможности, дикий кемпинг. Ну, естественно, как получится. Будем смотреть. Дальше. И благодаря коврику я разочаровался в палатке. Почему благодаря коврику? Ну, во-первых, если коврик был бы комфортный, я бы спал и я бы просто вечером лег, утром проснулся и никаких бы косяков у палатки бы особо и не заметил. Но так как я периодически просыпался, я... Ну, у меня было время подумать, посмотреть, прикинуть, что к чему. Вот эта вот палаточка у меня. Упс. Это новозеландская палатка, новозеландские конторы. Она масса вместе... Масса этой палатки вместе вот с этой карбоновой палкой. Ну, представим, что это единое целое. Получается 920 грамм. Это с карбоновой палкой. С алюминиевой палкой такая же версия палатки. будет весить на 100 грамм больше. То есть, получается 1020 где-то так. Ну, 920. Запомнили эту цифру. Для начала. Так вот. Палатка эта ставится на одну палку и растягивается оттяжками. Палатка, в принципе, нормальная, да? Но, опять же, я подумал, не для моего случая. Не в моем случае. Если вы какая-нибудь худенькая, хрупкая девочка, идете легкоходом, пешком или на велосипеде, и вам надо просто место где-то переночевать, ну, под чем-то, чтобы скрыться от дождя, то это идеальный вариант. Опять же, в моем кейсе путешествовать на мотоцикле, это все равно подразумевается какие-то крупные вещи. Это тот же шлем. Это та же мотокуртка. Она такая имеет, ну, она массивная. Тот же рюкзачок. Ну, рюкзачок, ладно, он когда освобождается, там все у него, он пустой, его можно положить в тамбре как подстилку, на него положить куртку и там шлем. Но все равно есть какие-то вещи, и хочется немножко, чтобы было побольше пространства, чтобы, ну, можно было развалиться, так скажем. И несмотря на то, что вот эта палатка, она относительно небольшая, тамбра у нее один и тоже относительно небольшой, я смог все уместить туда. И в плане вот лежать, ворочаться, все, мне там было вполне себе комфортно. Но я стал замечать следующее в этой палатке. Она, я ее брал двойную, это там идет сначала внутренняя сетка и внешний тент. Получилось так, что внутренняя сетка с одного края, скажем, если я лежу на спине вот так, слева у меня вход и тамбур, справа у меня такая отвесная стена надо мной, то получалось так, что когда оттяжки со временем провисали, ну, то есть ее сначала оттягиваешь, она вроде как нормально, ровно, но опять же, если грунт мягкий, то со временем, особенно если дождь идет, а у меня полночи лил дождь, то стенки, ну, этот тент начинает провисать. И он прикасается, по сути, вплотную к этой внутренней сетке. И вот тот конденсат, который получается на внутренней сетке, он не стекает вниз, а получается весь оседает на сетке. У вас получается мокрая сетка. А так как, ну, места особо-то немного, и ты ворочаешься, ты хочешь, не хочешь, постоянно бьешь этим квилтом или мешком, кому как удобней, об эту сетку. Я не скажу, что прям сильно влажно было, хотя на улице влажность была стопроцентная. Я когда выходил с фонариком, то там, знаете, такие капельки аж были, не дождь, а вот именно капельки влаги, там было вообще, ну, 2 метра не видно было, все, фонарик не пробивал, дальше 2 метров. Поэтому, я вот, когда просыпался, все это наблюдал, вот это провисание палатки, меня что-то как-то стало это немножко напрягать. Думаю, это... Переночевать, да, опять же, при условии, если хороший коврик хватит, вполне, учитывая, сколько она стоит, сколько она весит, и какой у нее объем в сумке, то есть, ну, что она в сумке много места не занимает, она как бы нормальная. Я говорю, если бы не коврик, я бы даже эти косяки, наверное, не заметил. Еще такой нюанс мне не понравился у подобного типа палаток. Скажем, вот вы ее дотянули, колышками растянули, все, внутряночку повесили, вроде все хорошо, а потом вы обнаруживаете, что какое-то место, ну, немножко неровное, и вы как бы скатываетесь. Вот в моем случае было как раз именно так. Я, когда место, ну, посмотрел, вроде ровно, все сделал, лег, и понимаю, что я немножко вбок скатываюсь, ну, немножко чувствую какое-то вот, такое, ну, неприятное ощущение. А уже было поздновато, чтобы что-то менять в темноте, да под дождем, по сути, это надо ее полностью опять собирать, ее нельзя просто взять и передвинуть, полностью снимать, опять все растягивать, искать другое место, и опять не факт, что там все будет идеально. Поэтому пришлось смириться. Если вот по палатке я бы произвел, ну, как бы, как это так, одним словом сказать, ну, не одним, а парочкой, это, скажем, кто ездил в плацкартном вагоне на верхней полке. Вот это что-то типа такого. Вроде как спать можно, но сидеть уже неудобно, и как бы находиться там долгое время, ну, тоже не айс. Скажем, да, сидеть там было, ну, неудобно, можно было, ну, ты уже как бы упираешься всеми частями тела в, как бы, в корпус палатки. И еще такой нюанс, когда вот эту бактамбу расстегиваешь, у нее натяжка всех этих, как-то там, нарушается, и тент начинает провисать на моем видосе, который был предыдущий. Там это наглядно очень сильно видно. Я говорю, эта палатка не для каждого и не на все случаи. Поэтому я понял, что с палаткой надо тоже что-то решать. Я знаю, что многие из вас сейчас там сидят и такие потирают руки и говорят, ааа, мы тебе говорили, да, что легкоходом не получится рыбку съесть и нахер сесть. А я вот вас, ребята, разочарую. Как раз-таки очень получится. Вообще, сейчас, прежде чем я не продолжу тут вас, немножко заинтригую. Вообще, в целом, а ладно, давайте потом расскажу. В общем, смотрите, я заказал себе палатку новую. Это палатка от Big Ag. Как она? Big, 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 Big Ag. Агнес. Да. Это, на минуточку вам скажу, ребята, это ультралегкая палатка. Она двухместная, самостоящая, двухслойная, то есть сетка плюс стенд. И масса ее все полностью 765 грамм. Помните, я вам сказал в начале ролика, запомните цифру. Вот эта палатка, опс, вот эта палатка 920 грамм с карбоновой палкой. 920. Двухместная большая палатка 765 грамм. Как она выглядит, я вам сейчас покажу тут вот на картинке. Ну и потом, естественно, я какие-нибудь картиночки вставлю, чтобы вам было поудобнее видеть. То есть, это полноценная двухместная палатка с каркасом, с карбоновым. Почему она такая легкая? Но все очень просто. Она изготовлена из супер там нано-пупер легкого материала, в котором используется нить Дайнима. Дайнима это такая нить, которая по своим свойствам она в 8 раз прочнее стали. Допустим, 1 миллиметр нитка, ну веревочка Дайнима 1 миллиметр способна выдержать 950 килограмм нагрузку. То есть, это очень-очень прочная, очень тонкая и сверхлегкая материя. Поэтому из нее делают ультралегкие палатки. Я сразу скажу, палатка это очень дорогая. Это реально дорогая палатка. Это Бентли среди палаток. Есть точно такая же, но из классических материалов. У нее масса, по-моему, 1000 или 1100, сейчас точно не помню. И есть вот именно версия с карбоном и из Дайнимы. Она вот 765 грамм. И стоимость этой палатки, в Америке она стоит 1000 долларов, в Европе, в частности в Германии, за нее просят минимум 1100 евро. Но, опять же, ребята, я хочу экономить. Я рассматриваю это все как инвестиции в себя, в свой комфорт. поэтому в перспективе я хочу в путешествиях как можно быть автономным, насколько это возможно. То есть, избегать отелей, да даже кемпингов, потому что кемпинги в некоторых курортных зонах, они тоже стоят денег. В принципе. Поэтому, ну, опять же, я, видите, вписался в эту тему в легкоходную, поэтому надо теперь тянуть лямку до конца, соскакивать, не вариант. И мне тема вообще нравится. Мне это, вот это, именно с рюкзачком, да, мне это очень хорошо зашло. И я хочу действительно продолжать в этом же духе. Скажем, вот я проехал почти 500 километров в одну сторону. По ощущениям, какая-то нагрузка там на плечах, на спину вообще не было. То есть, вполне комфортно. Опять же, когда я нашел место, ну, я его нашел заранее, но все равно я знал, что там придется идти. Когда я поставил мотоцикл, я оставил мотоцикл и просто со всей своей поклажей пошел в лес искать место. Также, смотрите, допустим, вот, как я, опять же, это мой кейс, как, мой кейс использования. Вот я планирую поехать в Норвегию. В Норвегии я обязательно хочу подняться на язык тролля. А что такое язык тролля? Язык тролля, это от стоянки, от парковки, это надо идти что-то порядка 12 или 14 километров в гору на 1100 или 1000 метров. То есть, надо подняться. Поход туда занимает по времени, ну, часа 3-4 пешком. По-другому туда не подняться. Получается, 3-4 часа в одну сторону, сделать две фотки и вернуться еще столько же, 3-4 часа в обратную сторону. То есть, по сути, на эту достопримечательность идет, грубо говоря, один день и ради двух фоточек, ну, вот, если классическая поездка, классический туризм, не ультралайт, как я, допустим, то вы 10 раз подумаете, стоит ли туда подниматься из-за двух фоток, которые можно в интернете скачать и потом говорить, что ты там был. И многие, многие туристы так и делают. Я вот, я говорю, многих смотрю, кто вот путешествовал по Норвегии, по Швеции, и многие говорят, что вот хотели, а потом, да ну его нафиг передумали. Ну и понятно почему. Есть смельчаки, которые реально поднимались, но опять же, три часа в одну сторону, две фотки и три часа обратно. Стоит оно того? Не знает. Надо очень сильно хотеть. Мой же план подъехать к этой парковке, поставить мотоцикл, все вещи в рюкзаке, 5-6 килограмм, да даже если воду не брать с собой, а просто взять бутылку и фильтр, наверху где-нибудь отфильтровать, сколько надо, то 5 килограмм запросто можно уложиться, спокойно туда подняться, на эту гору, разбить палатку, отдохнуть там, кайфануть, переночевать спокойно, нафотографироваться, наснимать видосиков, потом спуститься, сесть на мотоцикл и ехать дальше. Или скажем такой кейс, вы тоже, есть какая-то парковка и лес, ну в лес не заехать, потому что ну густой или там еще что-то. Поставили мотоцикл спокойно на парковке, пошли углубились в лес метров на 200, где вас никто не видит, все, разбили палаточку, ночуйте. Люди, которые возят с собой громоздкие чемоданы, они либо отказываются от подобных ночевок в пользу отеля, кемпинга там с домиком или еще что-то. Либо едут до темна, потом разбивают палатку где-то непонятно, на какой-то обочине, прямо возле мотоцикла. Ну, какое удовольствие, я не понимаю. Честно, ребята, я вообще не понимаю удовольствия именно наматывать огромное количество километров в день, там тысяча километров в день. Ну, за какой смысл? Да, то есть, ну конечно, если ставить себе цель намотать километраж на спидометре, прохватить как можно больше стран за меньшее количество времени, чтобы потом поставить галочки и всем рассказывать, я всю Европу проехал, был там, 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 то есть, ты вроде как побывал везде, но ты нигде не был, по сути-то. И опять же, это будет удорожать ваше путешествие. Вот опять же, я просто сейчас размышляю свои мысли вслух на тему, на тему денег, на тему, вот когда я выехал, я ехал в цивилизации, магазины были доступны, можно было всегда свернуть в магазин, купить что-то. Вот я, смотрите, живу дома, да, я хожу в магазин, покупаю какие-то продукты, питаюсь, то есть, я трачу на это деньги. Какая разница, буду ли я находиться на мотоцикле где-то в другом городе и зайду в тот же самый магазин, той же сети и куплю те же самые продукты и так же подкреплюсь. По сути, дополнительных расходов у меня не возникнет. У меня будут те же самые расходы, как если бы я просто тупо сидел дома. Единственные расходы, получается, это жилье, основная статья расходов в путешествии и бензин. Ну, опять же, эти расходы можно тоже контролировать. Скажем, мне, чтобы проехать на тысячу километров, на моем надо потратить по Европе около 80 евро. Ну, это если прям не жалеть бензин, там, вваливать, нормально. 80 евро, так скажем, округляем на тысячу километров. Конечно, при желании можно проехать тысячу километров за день и отдать эти 80 евро. А можно растянуть это удовольствие на 4 раза в день по 200 километров проезжать от одной красивой локации к другой красивой локации. Тем самым и отдыхать больше, и по затратам намного меньше, нежели тулить по тысяче километров в день. Жилье, опять же, то же самое. Можно ночевать в диких местах, можно в кемпинге, можно в отелях. Это тоже все можно контролировать. Поэтому, ну, это опять же, ребят, это сугубо лично мое мнение. Я никому его не навязываю. Я ни в коем случае не говорю, так, ребята, все, давайте отстегивайте кофры. Это сейчас не true и все. Нет, если есть возможность с кофрами, если вам так в кайф, ради бога, ездите как хотите. Я просто все, что я тут вам рассказываю, это мой опыт, мои ошибки какие-то у меня будут. Я буду, естественно, о них рассказывать, не более. Так что, что касается вот этой замечательной палатки, то обязательно сделаю на нее обзор. Я вот не знаю, сделать возле дома, на поляне такой предобзор и потом уже где-нибудь в поле, в полевых условиях, когда уже действительно в ней с ночевкой останусь, уже еще один сделать такой, типа как уже, ну там, выводы какие-то. Я не знаю. Или сразу пойти в поле потом, когда с матрасом разберусь. Следующий план мой, если с матрасом сейчас по-быстрому все решится, поехать на то озеро. Это километров 150 от меня. Вот у меня есть видос с прошлого сезона. Я выезжал там, ну на денек буквально. Там замечательное озеро и такое место прям вот, чтобы вот идеально под палатку. Так что я еще тогда сказал, что вот будет у меня палатка, все, и это обязательно туда приедут. Поэтому это вот следующая моя цель по плану. Потому что сейчас куда-то ехать, вот именно за пределы страны, пока особо не вариант, потому что я вот сейчас гуглил даже в Швецию, если совсем недавно было, без проблем можно было с Германией туда въехать, въехать, то 6 февраля теперь нужен этот негативный тест показывать на границе, чтобы тебя туда пустили. Конечно, если очень хочется, то можно сделать тест и пересечь границу, тоже не вопрос. Ну, хотя в принципе можно и по Германии пока покататься так. Обязательно далеко уезжать от дома. Так что вот такие вот дела. Ребята, если у вас еще какие-то будут вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях, я с удовольствием постараюсь на них ответить, на некоторые более интересные ваши вопросы, я соответственно сниму даже видеоответ. Так что вот как-то так. Ребята, все, всем спасибо за внимание, с вами был Вилли, канал Мотохайгер, подписывайтесь, если еще не подписались, ну, а мы увидимся с вами в одном из следующих видосов.